С удовольствием представляю слово. Спасибо, дорогая. Мне очень приятно, я здесь действительно второй раз уже читаю лекцию. Первая была о Константине Фёдоровиче Рерихе. И я надеюсь, что мы к теме семьи Рерихов ещё подойдём. Будем говорить о роде Рерихов, но это в дальнейшем. А сегодня мы попробуем прикоснуться к творчеству замечательной группы художников Амара Вэлла. Эта группа малоизвестна. Если даже кто-то и слышал об этом что-то, то я думаю, что даже несмотря на то, что что-то известно и как-то чего-то, мы, может быть, можем похвастаться тем, что слышали. Всё равно, когда я готовился, для меня открывалось очень много материала. Я, конечно, хочу сказать благодарственные слова всем исследователям творчества этой группы. Их немало. И я опирался на те издания, которые были уже связаны с творчеством этой группы. Ну и также теми материалами, которые есть в свободном доступе в интернете. Надо сказать, что впервые об этой группе я услышал в далекие 80-е годы, когда собиратель живописи этих художников Юрий Линник приехал в Таллинн. И тогда он впервые рассказывал об этом явлении. И прошло достаточно много лет, когда я уже, будучи работая в Общественном музее Николая Релиха, имел счастье прикасаться к формированию выставок, и в том числе выставки группы Моровелла, которая проходила в стенах музея. Наша лекция достаточно объемная. У нас есть даже какие-то видеоматериалы. Мы будем смотреть по ситуации, насколько мы сможем к ним прикоснуться. Итак, начнем. Первая цитата, которую я хочу вам привести, она из книги Людмилы Васильевны Шапошниковой «Тернистый путь красоты», где она пишет следующее. Их было пятеро членов странной художнической организации, которая называлась загадочным и красивым словом Амаровелла. Пятеро художников, пятеро единомышленников, не похожих на других и поэтому не признанных другими. Петр Петрович Фатеев, Вера Николаевна Пшесецкая, она же Руна, Александр Павлович Сардан, который носил фамилию Баранов, Сергей Иванович Шигалев, Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, и уже позже, в 1927 году, к ним присоединится Виктор Тихонович Черноволенко. Те, кто знают эту группу, наверное, видели вот эту фотографию. Снимок сделан 4 февраля 1928 года на квартире Петра Фатеева. Она располагалась на улице Лесной, дом 45, квартира 9. И, как пишет Людмила Васильевна, они вышли из недр Серебряного века, ими владели идеей духовной революции, и зарождавшееся тогда космическое мироощущение полностью занимало их воображение и направляло кисть. Те, кто видел эту фотографию, ну, она достаточно известна, я хочу спросить, обращали ли Вы внимание вот на это белое пятно? – Рука. – Абсолютно верно. Чья рука? – Ну, по идее, щегливая. – Смотрим следующий снимок. – А, вот так вот. – Смотрите, вот она, первая тайна группы Моровелла. Замазанный портрет, да, и новая фигура. И смотрите, фотография обретает целостность своей композиции. Неужели художники вот так несообразно разместились перед камерой? Ну, это же смешно. Неужели они не обладают чувством композиции? Правильно? Композиция – это вот она, это смотрит сюда, этот сюда, и, соответственно, все обретает свой смысл. Седьмой художник в группе Владимир Яцкевич предположительно родился в 1877 и был расстрелян в 1938 году в Красноярске. Отсюда понятно, да, замазывание этого образа. Владимир Яцкевич вместе с братом Семеном стали бывать у Петра Фатеева почти одновременно с Виктором Черноволенко. То есть, 1927 год. Владимир был одаренным графиком, рисовал фантастические корабли, но его привлекали только художнические принципы группы. Те идеи, которые исповедовали основные члены группы, его не увлекали. А вот брат Семен, да, он увлекался действительно философией, о которой говорили основные члены группы художников. Я наткнулся на историю Владимира Яцкевича совершенно случайно и вот эту эмблему для группы Амаровелла. То есть, это не какая-то проходящая фигура все-таки, да, а действительно, которая оказала определенное влияние на формирование образа Амаровелла. В центре бегущий человек, его левая рука вытянута вверх, на ладони он держит шар, а правая рука лежит на левом плече, вот здесь, вот видите. И голова склонена таким образом, что лоб бегущего упирается в локтевой сгиб. Символика эмблемы утрачена, известно только, что ей отводилась роль эксфибриса для книг и бумаг. Так, существует второй вариант эксфибриса, где слово Амаровелла идет понизу, да. Название Амаровелла появилось в 1927 году, хотя группа сформировалась гораздо раньше. Сформировалась она в ходе подготовки к выставке картин в художественном центре Корона Мунди, да, венец мира, переводится в Нью-Йорке. И Амаровелла – это результат игры слов, это не перевод, да. Вот мы говорили сейчас с организаторами лекции, что ростки бессмертия – это наиболее известный вариант расшифровки слова Амаровелла. Но мы говорим, что это не перевод, а это игра слов. Какие же это слова? Это, конечно, прежде всего, санскрит, Амара – бессмертный, Амаровант – подобный бессмертным, Амарант – неувидающий цветок, Амаравати – обитель бессмертных, да, знаменитый город, да, на горе Меру, да, столица сварги небесного царства Индеры. И вторая часть – вела, санскрит, предел, берег, время, граница, латынь – паруса, каравелла, морское парусное судоро, да. То есть игра слов дала вот такой интересный симбиоз, да. Нет точных данных, кто же все-таки придумал это название. Вполне возможно, это было совместное творчество, но большей частью пути и дороги сходятся к Сардану. Сардан, да, он придумал сам себе вот этот псевдоним, вот эту вторую фамилию, он любил очень играть словами, и, скорее всего, основу вот этой игры слов дал именно он. Хотя, конечно, и Пшесецкая, и остальные, те, кто входили в группу, сыграли свою роль. Еще один интересный момент. В XIX веке есть уже слово «Амарабелла», и это псевдоним Эдварда Коломба, который публиковал свои статьи в журнале «Люцифер», который издавался теософским обществом. Любопытно. Так играли это слов или это цитата того, о чем могли предполагать члены группы художников, да. В 1889 году был опубликован ряд статей «Махатмы» сквозь время, сквозь эпохи, да, и оккультные аксиомы и их символы, да. Вот эти статьи издавались в журнале «Люцифер» за 1889 год. Предназначение, вот здесь вот это, да, вот на английском, да, нести свет фор, или фосфор, да, отсюда идет, да, тоже, опять же, свет несущий. Очень любопытно. И обратите внимание вот на эту часть журнала и вспомните эмблему группы. Есть определенный какой-то момент переклички. Итак, мы будем очень много обращаться к цитатам Смирнова-Русецкого. Как мы помним, это один из основополагателей группы. И он наиболее много просто оставил воспоминаний об Амаравелле. Она складывалась по каким-то духовным законам. Каждая встреча, которая приводила нового участника группы, была не случайной. И все очень рано осознали, что, несомненно, те связи, которые между нами возникали, эти связи идут из далекого прошлого. Это было очень яркое чувство, которое звучало у всех. И вот эта духовная связь между членами группы, это было нечто, мне кажется, уникальное в истории искусства последнего времени. Эта связь была настолько прочной, что, несмотря на все внешние препятствия, на все трагические судьбы членов Амаравеллы, Эта связь не прерывалась и до ухода последних членов Амаравеллы. Все мы считали себя единым целым. Цитата из Людмилы Васильевны Шапошниковой. Особое место в их творчестве занимала музыка, которая была тем формообразующим началом, откуда возникала новая красота, новая эстетика самого художества. В ней звучали космические ритмы, сверкающими красками ложившиеся на полотна и творившие на них новую картину привычного мира. Озарения, всплывавшие из глубины существа самих художников, опережали научные открытия и грядущие философские нахождения. И всплывает еще одно имя в группе. Это Анатолий Францевич Микули. Я думаю, что даже те, кто занимался творчеством группы, вряд ли назовут это имя. Итак, знаменитый скрипач. Родился в 1882 году в Варшаве. Окончил училище Московского филармонического общества. Его признавали выдающимся скрипачом-виртуозом. И особенно он славился исполнением произведений Никола Паганини. Самые трудные пассажи исполнялись им настолько легко, изящно и гибко. И он так глубоко и остро чувствовал музыкальное произведение, что буквально завораживал всех своих слушателей. Как любой талантливый человек, естественно, он писал стихи. В 16-м году выходит его сборник «Птица-галка». Вот здесь его автограф. И стихотворение из этого сборника. «Единорог». Повторится древний миф. Из-за того, что не недостатков этих стихов, но мне кажется, это любопытно. Сергей Каненков, знаменитый скульптор, да? Они с Анатолием Микули были друзьями. И существует знаменитый портрет скрипача 1912 год, который был вырезан Сергеем Каненком в Греции, куда они ездили вместе с Микули. Из куска красивого дерева, как писал и говорил Каненков, может быть, из той самой рощи, где некогда прятались дриады. И древние греки, как вы знаете, расписывали свои статуи, да? И таким же образом был раскрашен этот портрет. И сохранились следы авторской раскраски красного, желтого, синего, зеленого цветов. Из воспоминаний первой выставки 1912 год об этом портрете его темные кудри, наподобие изгибающихся щупальц спрута, трагически обрамляет тонкое бледное лицо с печатью неизгладимого страдания. Красные губы, как ночные маки, горят неутолимостью желаний, и серые усталые глаза устремлены в таинственный сумрак жизни. Это новый сфинкс, трагический и прекрасный. Этот портрет сейчас хранится в Третьяковской галерее. Для того, чтобы понять внутреннюю суть Анатолия Францевича Микули, я хочу привести вот эти воспоминания Сергея Коненкова. Пришел скрипач Микули, увидел моего Баха, побледнел от волнения. Вы будете продавать эту работу? Какая ваша цена? Обескураженный решимостью, обычно уравновешенного Микули, я все же назвал цену. И на другой день Микули явился снова. Вот назначенная вами сумма. Где вы взяли такие деньги? Я продал свою скрипку. Это была скрипка Гварневи. Не могу без вашего Баха. И Бах навсегда переехал в семью Микули. Оцените этот поступок. Продать скрипку Гварневи для того, чтобы приобрести вот этот мрамор. С юношеских лет он занимался живописью. Сохранилось всего около 30 работ. В основном это дореволюционные работы. И по стилю часто их определяют как мистический экспрессионизм. Под влиянием Коненкова Микули создавал скульптуры из корней деревьев. Вот здесь работа Пьеро и Аисты. Был участником очень многих выставок. В том числе знаменитого Бубнового Валета в 1910 году. Следующая выставка фантасты и неореалисты. Мы о ней еще поговорим. Первая выставка Московского общества Звено. Музей изящных искусств. Так называемая выставка пяти. Музей изящных искусств, понимаете, нынешней Гмеи Пушкина. И музей Николая Рериха в Нью-Йорке. Немного, немало. Но к этой теме мы еще подойдем. Композиции 1910 года. Несколько работ Микули на терморт с будильником. На терморт 1910 годы. Пейзаж с красными домами. И маска. После революции Анатолий Микули жил частными уроками. Выступал с концертами, лекциями о творчестве Николы Паганиния. Был репрессирован. И в 1938 году был забит ногами уголовников в лагере. Так закончил свою жизнь один из членов группы Амаравелла. Петр Фатеев в 1924 году рисует портрет Анатолия Микули. И как раз вот из письма Фатеева осенью 1922 года. Возобновил знакомство со скрипачом Анатолием Микули. Он по части живописи, может помнишь его по выставке «Фантасты». Является компаньоном для повторной выставки. Итак, что же это за выставка? Выставка 1916 года в салоне «Единорог». Вспоминаем стихи. Покровские ворота. Как раз здание. Это и старая фотография, и новая. И мне приняли участие в этой выставке 26 художников. В том числе и Бушлинский, Штейнберг и Микули с Фатеевым. Петр Фатеев тогда впервые выставил свои работы для широкой публики. Девять картин. И тогда он именно познакомился с Микули. Потому что квартира его была как раз в этом доме. Они подружились. И вот таким образом стало потихонечку, получается, с 16-го года складываться то, что потом обретет название Амарабелла в 27-м году. То есть практически десятилетие пройдет. Итак, Петр Фатеев, по сути, первый основополагатель, можно сказать, того, что приведет к образованию группы художников. Родился в семье типографского служащего. Окончил техническое училище. Потом поступил в императорское высшее техническое училище. То есть никаких художественных, так сказать, влияний. Как он пишет из неоконченной автобиографии. Никогда не имел детского рисунка. Сразу начал рисовать с натуры. У меня с лет семи девяти стало являться сознание, что я призван сделать что-то великое. И сознание это с годами становилось все определеннее. И только с 21 на 22 год определилось как стремление к творчеству. Смотрите, насколько поздно. Первые шаги к живописи относятся к 1905-1913 годам. Очень интересные воспоминания. Решение уйти с третьего курса училища пришло 2 октября 1913 года. Я сидел в павильоне станции Петровско-Разумовская. Внезапно мозг прорезало сознание, что я на этом же самом месте сидел когда-то раньше. К этому яркому сознанию примешивалось еще чувство выхода из себя. И рассматривание извне, сверху, с какой-то страшно удаленной во времени, в глубине веков находящейся точки зрения. Смутно вспоминаю, что подобные состояния бывали и раньше, но тогда внимания не обратил и забыл. В 14-м году он пишет свой первый манифест. К манифесту о Маравеллу мы подойдем позже. 22 пункта здесь, естественно, не все, но некоторые, которые мне показались очень любопытными. Все убеждения и мысли, высказанные мною, не должны считаться моей программой. Ибо где программа, там рамка, футляр, крышка и конец. Высшая похвала к убийствам за их мистическую, подчеркнуто, основу. Учиться же надо всю жизнь. В произведении искусства должно быть то, чего в нем нет. «Искусство, идущее из самых основ жизни, искусство для искусства, да пройдет полновластно в жизнь». Смотрите, какие потрясающие мысли, да? Картина 16-го года «Едущий марсианин». Второй манифест появляется буквально через несколько месяцев, да? Как он пишет, в дополнение и опровержение первого. Интуиция – все. Властное утверждение своего «Я», подчеркнуто с большой буквы. Бесконечное совершенствование своего «Я», с большой буквы подчеркнуто. И картина 15-й, 14-й год «Во времена она» и «Голубой пейзаж с сине-серыми полями». Подушка. Ну вот, как можно сказать, что это подушка? Пока только не скажешь, что это подушка. Динамические формы. В мае 14-го года Фатеев открыл для себя чудесный и неведомый ранее мир, который таился в коре старых деревьев. Его фантазия чувствовала себя в этом мире превосходно. В нателке березового ствола виделось лицо человека. В узорах коры сосны человеческие фигуры. И так появились цифры картин «Кора» и «Стволы». Эти циклы пройдут через всю жизнь Фатеева. Интересная цитата, относящаяся к Первой мировой войне. «Я начал писать свои картины с коры в момент объявления войны. И говорил, что это будет катастрофа. Мир разрушится и примет в результате ее вид, подобный изображенному на них». 54-й год «Стволы». И картина 1966 года. Оригинал в 16-м году. «Планета времени». В 17-м году пишет статью «Размышления». «Как появились на свет мои эскизы к заготовстве». Ну, вы помните, в начале века эта книга пользовалась колоссальным влиянием на умы русского общества. Помните, у Елены Ивановны и Николая Константиновича есть переписка по этому поводу. Как они тоже рассуждали об этом знаменитом трактате Нитше. Так говорил Заратустра. И вот что пишет Фатеев. «Когда я читал «Заратустру», был конец июля и первая половина августа 15-го года. Дни стояли ясные, солнечные, но с холодком значительным осенних дней. Часто я уходил днем в полги с книгой в лес и усаживался на пни на опушке у больших полян. Это ясность, свежесть, холодок и книга. Это ощущение свободы. Я был в отпуске от ненавистной службы. Это ощущение нарастающего здоровья и силы. Все это сливалось в одно непередаваемое чувство радости жизни. Читал я дней десять. И в один прекрасный день с утра меня стал беспокоить образ Заратустры. Образ человека-змеи, извивающегося от переполняющей его силы. Пытался не совсем удачно рисовать его, но оставил. Весь день ходил, как будто что-то потерял. Вечером взял четвертушки бумаги и легко по пяти-десяти минут каждый нарисовал вздюжину эскизов. Собственно, не рисовал, а рука сама давала воплощение образу, возникавшему на плоскости бумаги. Возникавшему иногда в зачатке, в какой-нибудь точке или неровности бумаги, особенно оживали точки. Помните, в экспозиции Общественного музея Николая Рериха были представлены рисунки Елены Ивановны. И там вот на этих рисунках, на всех, есть вот эта точка концентрации, от которой начинает разворачиваться рисунок. Автопортрет, 1915 год. Заметка Фатеева. Осень 1915 года надо считать началом интуитивного рисунка. Отсюда появляется первое название группы – интуитивисты. Космисты мы их называем уже сейчас. А вот тогда это было понятие интуитивизм. На восток уходящий аскет, 1917 год. И несколько работ из цикла «Заратустры», относящиеся к разным годам «Выше звезд». Идущий. Над этим циклом Фатеев работал 34 года с перерывами. 24 картины по 1921 год, 9 картин с 1938 по 1942, и поздний период 1947-1949 год и 26 картин, распрямляющиеся и в лучах солнца. Очень важная деталь, как писал Фатеев, образы, возникшие у автора после чтения, так говорил Заратустро Ницше, не представляют прямой иллюстрации к этой книге и явились совершенно интуитивно. То есть не надо искать соотношение картины с тем, что написано у Ницше. Это совершенно разные вещи. В лучах солнца и на фоне орла. Благословляющий, 1948 год. Парящий на фоне солнца, 1938 год. «С цепью на руках, 49-й, с похсахом, цмеей и орлом, 48-й». Итак, возвращаемся к 2015 году. В январе Фатеев поступает на вечерние курсы художественного училища, помню уже, что он не был художником, Федора Ивановича Рерберга. Знаменитый Рерберг, учредитель и председатель Московского товарищества художников, преподаватель и член художественного совета Государственного исторического музея. То есть достаточно видная фигура в художественном плане. Закончил он это училище в 1917 году. Что интересно, Петр Фатеев обладал цветным слухом. То есть он мог определять цвет в зависимости от звучания. И вот эти рассуждения по поводу цвета. «Мои три картины с чашами, мы потом посмотрим одну из них, вызывали некоторое настроение сказочно-торжественно-мистическое. Почернела желтая краска на них, и настроение почти исчезло. Ищу его, но не вижу. Покрыл в свежей желтой, и настроение это воскресло. Но почернела ли краска или нет? Сюжет, литература, собственно, остался, имеется в виду картины. Почернела только часть чаши, желтая, и настроения нет. Следовательно, настроение дается не сюжетом, а желтой краской. Вот он, взгляд на живопись. И он задается вопросом в этой связи, литературно ли картина? Это размышления 1916 года. Вот она, та картина, о которой мы говорили. Это «Чаша моей жизни». По бокам отрывок из «Жертва песни» Гитанджали, Рабин Донарата Тагора. Текст следующий. Это песнопение 65-е. Именно в переводе Балтур Шрайкиса дается. Какой божественный напиток хотел бы ты испить, Господи Боже мой, Из этой льющейся через край чаши моей жизни? Мой поэт, доставляет ли тебе наслаждение видеть моими очами, сотворенное тобой, И стоять у врат моих ушей, чтобы безмолвно внимать твоей собственной вечной гармонии? Твой мир сплетает слова в уме моем, и твоя радость присовокупляет к ним музыку. Ты отдаешься мне в любви и чувствуешь во мне свою собственную сладость. Еще одно песнопение из Гитанджали. Мы картину посмотрим дальше. На морском берегу бесконечных миров встречаются дети. Беспредельное небо неподвижно и беспокойные воды бурны. На морском берегу бесконечных миров дети встречаются с криками и плясками. Они строят домики из песка и играют пустыми раковинами. Из увядших листьев они делают кораблики и с улыбкой пускают их в необъятную пучину. Морская зыбь смеется, и бледно сияет улыбка прибрежья. Сеющие смерть волны поют пустые песни детям, Подобно матери, качающей колыбель младенца. Море играет с детьми, и бледно сияет улыбка прибрежья. Буря скитается по бездорожью небес, Корабли гибнут в неизведанных водах, Смерть вокруг, а дети играют. На морском берегу бесконечных миров Великое сборище детей. Вот она, эта картина, 16-18 год. Дети на берегу моря. Обратите внимание, как волны, да, вот здесь изображены берег, как рыба, да, И дети с раковинами. Конечно, было бы любопытно увидеть ее живьем. Итак, запись 4 мая 17-го года о новом цикле работ. То есть, видите, мы так потихонечку двигаемся, да. Опыт интуитивного построения иного мира по ассоциациям старого. Из этого цикла сохранилось 10 картин периода 17-го, 21-го года. 4 картины были написаны после долгого перерыва в 63-м и 65-м годах. В картинах, наиболее ярко выражающих этот период, можно заметить полную враждебность к видимой реальности живых существ старого мира. То есть, невозможность представить себе в пейзажах этого периода живых существ старого мира, особенно человека. Если бы в подобной обстановке оказался человек, то ему нечего было бы там делать. Он был бы там гостем другого мира, подавленным грандиозностью и чуждостью обстановки. Но эта враждебность является не благодаря холодной безжизненности, а наоборот, благодаря переполненности всего жизнью. Но жизнью иного порядка, который насыщен каждый атом. Пути в непознанное. Опыт интуитивного построения номер 2. Атомный реактор, 61-й год. Она не из этой серии, но отголоски присутствуют. Фантасмагория, 65-й год. Вместе с картинами иного мира возникает цикл «Мой супрематизм», как отражение увлечения творчеством Малевича и Клюна. Но, как у Фатеева, все не дословно цитируется, а преломляется через что-то. В данном контексте через мысли древнегреческих философов. И вот цитаты, которые были выписаны Фатеевым из книги «Фейлебус» Платона. Цитата Сократа. «Я говорю о красоте форм. Я не говорю, как многие могут подумать, о формах живых существ или об их изображении на полотне. Я имею в виду прямые и кривые линии и формы, созданные из них плоскости и трехмерные тела, созданные при помощи резца, линейки и прямоугольника. Эти изображения прекрасны по самой своей природе. Они возбуждают особенное чувство удовольствия, вполне свободное от желания. И краски такого рода тоже прекрасны. Надеюсь, ты меня понимаешь». 19-й год. Мой супрематизм. Еще одно увлечение. Лучизм. Белые лучи из двух спиралей. 21-й год. Лучизм – это Ларионов и Гончарова. Помните, да, что это идея возникновения пространства форм и в пересечении отраженных лучей различных предметов. Таким образом появляется идея лучизма. Выставки, в которых принимал Петр Фатеев за период 17-19 года, но, видите, достаточно много, в том числе выставка «Общество Бубновый валет». Помните Микуди, да, у нас? Всероссийская выставка художников в Витебске. Понимаете, да, что стоит за этим, да? И московские, естественно, выставки. Еще одна интересная цитата из статьи Фатеева «Эти картины». Статья 22-го года. «Эти картины не для погрязших материализма, не для плененных ложной реальностью видимого мира, не желающих видеть и закрывающих, как страус, голову в песок перед лицом бесконечного, не для тех, кто не любил ночного звездного неба, не для тех, дух которых дремлет, скованные в рамках рутины. Эти картины для тех, в ком живет творческий дух, кому тесно в этом старом тяжеловесном мире, у кого чувствуется зуд в плечах от начинающих прорастать крыльев, кто жаждет прохлады в горных высотах и разреженного воздуха, кто стремится взглянуть новыми глазами на новый мир, кто хочет поднять завесы ложной реальности». Идущий 21-й год из цикла «Заратустра». И дальше несколько полотен Фатеева. «Жизнь скал» — 14-й год. «Голубые кристаллы Венеры» — тот же год. «Клубящий космос» — 23-й год. Затем «Оркестр» — 30-й год. И любопытная картина 1939 года «Люди в джунгли». Как вот здесь написано, да? «Импровизация на тему сна» из главы «Люди в джунгли». Это книга Вальдемара Банзельса «Путешествие в Индию» — 16-й год. Сейчас вам расскажу смешное. Вы знаете, естественно, этого автора? «Пчелку майя» — «Путешествие пчелки майя» — «Путешествие пчелки майя». Помните мультфильм детский был совсем недавно? Вот она как раз была написана Вальдемаром Банзельсом. Из цикла «Заратустра» — 15-й год. «Простирающие руки» — фигура вот она здесь. «Опускающие руки в воду» — 49-й год. Какие текучие формы, да? «Труп» из «Заратустра» — 48-й год. «Сквозь огонь» — 49-й год. «Триптихсон» — 1926-й год, когда Фатиев вместе с остальными членами группы встретился с семьей Левихов. Об этом мы еще будем говорить. «Триптих» — музыка, шествие, явление более крупное. Левое и правое в створке триптиха. Очень любопытно. «Сон» — да? Фатеева. «Рука Бога» — благословение, 35-й год. «Вселенная конечная и бесконечная» — 53-й. «Доскифская Русь» — юность планеты. И смотрите, какой подзаголовок. «На Венере». Причем здесь «Доскифская Русь»? На этот вопрос я ответить не могу. 49-й год. «Портрет женщины с огненными волосами» — 49-й год. «Светы, излучающие энергии» — 60-й. И для сравнения — 35-й год. «Светящиеся одуванчики». Интересно, любопытно. «Светлое небо над иной планетой» — 62-й год. И еще одна «Галактики» — 66-й. Итак, в 1922 году на Кузнецком массу состоялась выставка, где было представлено целых 106 картин Петра Фатеева. Это эскизы Казаратустре. И из письма «Осень 1922 года» Петр Фатеев пишет. Решил устроить выставку в центре. Нам посчастливилось получить бесплатно приличное помещение от картинного кооператива «Тарх» на Кузнецком мосту. Посещаемость была очень велика. На открытии была порядочная толкучка. И ежедневно в среднем сотни-полторы-две бывало. Это, конечно, объясняется тем, что вход был бесплатный. В результате выставки я приобрел ученика, замечательного молодого человека лет 19, художника, большая редкость. Это был Борис Алексеевич Смирнов, потом Смирнов-Русецкий. То есть вот таким образом один притянулся к другому. Автопортрет Ваури Фатеева, 1924 год. Итак, Борис Алексеевич Смирнов, осень 1922 года, его воспоминания. Внутренне все сложилось таким образом, что встреча с Петром Петровичем пришла в свое время. Действительно, она была необычайно своевременна. Эта встреча произошла на Кузнецком мосту в выставочном зале, в одном из тех залов, которые сейчас уже не функционируют. Меня сразу поразили работы Петра Петровича. Я почувствовал какой-то отзвук, какое-то родство с Миром Чурлёниса. Но особенно меня поразила одна работа, вернее, несколько, объединенных в цикл, посвященный Заратустре. И пока я раздумывал над этим циклом, появился Петр Петрович. Он вошел, можно сказать, почти вбежал на выставку, такой быстрый, устремленный. И когда я его увидел, то, конечно, мне страшно захотелось с ним поговорить. Петр Петрович, превозмогая свою робость, взяв каталог, подошел к Петру Петровичу и спросил его, а что же все-таки означает «так говорил» и многоточие. Дело в том, что когда каталог набирала машинистка, то она не распознала слово «заратустро», и она вместо слова «заратустро» поставила многоточие. Итак, каталог вышел с многоточием. Но она не знала, кто такой «заратустро». Вот. И поэтому Смирнов его спрашивает. «Так говорил Заратустро?» И он сразу ответил утвердительно. Настолько все это было неожиданно, настолько это нахлынуло, что я просто засыпал его вопросами. Мы вместе вышли с выставки. И в ближайшее воскресенье я приехал к нему на лесную улицу, с которой для меня связан Петр Петрович навсегда. Фотография Смирнова, 32-й год. Я помню, что наша первая беседа началась со Шпенглера. Именно Шпенглер был в то время одной из волнующих тем для разговоров. Тема заката Европы, которая невольно нас обратила к темам вообще духовной жизни, Востока и Запада. И я впервые тогда услышал подобный, подробный рассказ о йогах, пересказ некоторых тем Рамачараки, кое-что из Блаватской. Другой темой, которая нас обоих интересовала, стал Ницше. От идеи сверхчеловека мост перебрасывался к смене человеческих рас. Петр Петрович проявлял очень сильное тяготение к Востоку. Он придавал очень большое значение роли Востока для будущего и считал, что кризис Европы является прелюдией конца определенной мрачной эпохи в жизни человечества, то есть Кали-юги. Разговоры эти затем происходили регулярно и обычно мы встречались раз в неделю. Картина Смирнова, 24-й год, устремление. 23-й год, серебристая прозрачность. То есть это уже пошел результат встречи с Фатеевым, да? Цветущие яблони, 28-й год. Весенние облака, 30-й год. Облака над горами, 39-й год. Итак, Борис Алексеевич родился в Петербурге в семье офицера. Учился в Тенишевском реальном училище. И в 17-м году семья переехала в Москву. Тем самым спаслась от погрома, да? Который был устроен в октябре 17-м году в Петрограде, когда две трети города было вывезено бандитами. С 1919 года посещал рисовальную школу в Кусково. Особое влияние на его занятия оказал дядя, искусствовед Иванов, знавший очень хорошо Николая Константиновича Рейвиха. У Иванова, да, есть потрясающая монография о Врубеле. Удивительная. Переписывался с Кандинским. Немного, немало, да? И, как уже говорилось, 22 октября 22-го года произошла встреча с Фатеевым, что стало этапом формирования группы Моровелла. Опять же, вспоминайте, Рерберг, да? Фатеев учился у Рерберга. Смирнов начинает с 23-го года посещать студию Рерберга, да? То есть не без влияния опять получается Фатеева, да? Затем поступает во Вхутемас, где учился на отделении графики. И в 30-м году, не представив дипломную работу, получил только справку о прохождении курса. С чем было связано это событие, мы поговорим еще позже. 30-й год. Запомните это. Действительно, Фатеев в лице Смирнова нашел настоящего ученика. И, как пишет Смирнов, Петр Петрович аккуратно посещал центральный рынок, где были лавки букинистов. Стоили в это время книги баснословно дешево. Практически отдавались за бесценок. Он работал, и поэтому вполне имел возможность приобретать книги. Я же, как студент, таких возможностей не имел. Библиотека моя была ничтожна, и я пользовался его книгами. Как раз вот та серия, о которой мы можем говорить. Я приезжал в город обычно очень рано, вспоминает Смирнов из статьи «Идущий». И чтобы в слишком ранний час не явиться к Петру Петровичу, шел около часу пешком от Курского вокзала на Лесную. Уже подходя к дому, я испытывал особое волнение. Действовали, вероятно, и его личность, и его творчество, и моя повышенная восприимчивость. Его картины таковы, что в них реальность, опирающаяся на наши конкретные впечатления, раскрывает недоступное глазу и воздействует прямо на сознание. Фотография 1927-1928 годов. Уже из воспоминаний 1973 года. Часы общения с учителем самые счастливые часы, которые могут быть в жизни человека. Наши сознания были настроены в унисон. Это самое большее, что можно желать в искусстве. Фотография уже послевоенная, 1957-1962 годы. Смирнов был арестован 24 июня 1941 года и был освобожден только в 1954 году без права возвращения в Москву и Ленинград. Бумага о реабилитации ему была вручена в 1956 году. Но это отдельная тема, конечно. Как он был в лагере и как он там жил. Картины. 1973 год. Дозор ангелов. Космическая геометрия. 1965 год. Мрачное солнце. 1972 год. Град, не тонущий, китиш. 1977 год. Облачная чаша. 1983 год. Обитие света. Из серии «Острова в пространстве». 1977 год. Млечный путь. 1965 год. Из цикла «Космос». Корм чьи звезды. 1965 год. Потрясающая, конечно, красота и картина. «Деревья на холмах». 88-й. Из цикла эта прозрачность уже, да? Желтые звезды. 67-й год. «В лучах неведомого солнца». 74-й. Запомните эту картину. Вот ее композиция. Люди. «Зеленая фантазия». «Зеленая фантазия». Потрясающие фигуры, да? Ангелов. Из цикла «Прозрачность» 76-й. Как храм, да? Такой небесный. «Светящиеся миры». 88-й. 81-й. «Зимние травы». «Узоры ветвей» из цикла «Север». Фотография 80-х годов. «Одинокий ангел». «Зимняя ночь». Фантастика, считаю. «Гимн заката» 91-й. Одна из последних работ Смирнова-Лусецкого. Еще одна скала у озера. Карелия видна, да? Сразу. Но при этом какая прозрачность. Действительно, да? О цикле прозрачность мы еще поговорим позже. Итак, мы возвращаемся в 23-й год, да? Когда целый месяц в Музее изящных искусств прошла так называемая «Выставка Пяти». Желтым я выделил тех, кто войдет в группу Амаровелла. И плюс еще два художника, с которыми они были связаны. Но именно вот эти трое составляют уже по сути, вот как постепенно, видите, так уже был один, два, три уже так. И вот здесь в скобочках это картины, которые выставлялись, да? Вот количество картин, которые было представлено на выставке. И вот осенью 24-го года в Музее живописной культуры, это ныне Московский архитектурный институт, состоялась встреча и знакомство с Смирномом, с Барановым, с Арданом. Воспоминания. Остановившись и задумавшись перед черным квадратом Малевича, я неожиданно столкнулся взглядом с Александром Павловичем. Он взглянул на меня и, увидев такое спокойное и сосредоточенное созерцание картины, спросил меня, а как вы думаете, что хотел изобразить художник? Вот с этого весьма несложного вопроса началось наше знакомство. Итак, мы подходим к новой фигуре. Александр Павлович Баранов. Родился в Москве, учился в музыкальном училище имени Гнесиных и закончил его в 1929 году по классу композиции. То есть понятно, что он сочинял музыку. Сохранилось более 40 вокальных инструментальных произведений. В 1920 году стал пытаться рисовать музыку. Это особенность его живописи. То есть он не рисовал пейзаж. Он рисовал прежде всего музыку. Переписывался с Зинаидой Григорьевной Фоздик, которая была ближайшей сотрудницей семьи Рерихов в Америке, попечителями членов Совета директоров Музея Рериха в Нью-Йорке. Немного, немало, да? Опять же. Итак, в 1930 году прошел подготовку... Это мы сейчас будем фильм посмотрим. Прошел подготовку по курсу кинорежиссуры во ВГИКе и поступил на студию Москихфильм. Почему 30-й год? Вернемся, да? Вот обратите внимание. Работал художником, кинорежиссером, сценаристом. В 1946 году был помощником режиссера фильма «Белый клык». А вот в 1949 году в Париже получил международную премию за фильм «В мире кристаллов». Это фильм 1947 года. Также он снял в 60-е годы фильм о Чижевском. Ну что, попробуем посмотреть. Мы тогда выпускаем все. Да, видите. Недро нашей земли стоят в себе несметные сказочные богатства. Смотрите, как делается прием. Это картина, которую создал художник. И вот мы попали в реальный мир. Оценили люди совершенства форм и красоту найденных... Это 47-й год. Они растут в темных, тяжелых, каменистых складках земной камеры. Бейтите внимание на текст. В черных, трещинах и пустотах. В таких горных сейфах природа выращивает и хранит различные камни-самоцветы. Топазы, перилы, гранаты, опалы, акваварины. Живописные сростки ценных кристаллов горного христаля. Прозрачные и блестящие камни-эти всегда удивляют и радуют человека. Трудно поверить, что их яркость и поражающая правильность формы созданы природой, а не руками какого-нибудь мастера. Вот редчайший образец драгоценного камня изумруда. Это кристаллы антимонита. А это каменная ромашка церестин. Ну, мы не будем дальше, потому что фильм достаточно большой, да? Вот, и поэтому, кто хочет, может найти. В интернете. При, конечно, поиске таком хорошем, очень серьезном. Возвращаемся к нашей презентации. Итак, к живописи подходим вновь. Ну, поставим вниз. Картины Сардана в основном относятся до 1930 года. Начиная с 1930 года он практически не рисовал. То есть он уходит в кино, он уходит в музыку в какой-то степени, но живопись практически завершается 1930-м годом. А просто вот сюда вот. Вот это вот так. Я потом нажму. Да, да, да. Так до которого? Назад. Назад, 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 назад. Еще назад, еще назад, чуть-чуть назад. Еще назад, еще назад. Так, вот. Давайте вот отсюда. Вот это, вот это, нижняя. Нижняя, 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 ага, вот все. А, нет, но придется так. Ну, тогда просто пролистайте вот. Пролистайте вот. Ну, вот так, да, все. Пролистайте, просто нажать, и все. Сейчас Матеева, потом с вами нового сельского. Стоп, назад, раз, два. Угу, вот, все. Спасибо. Итак, мы говорили, что многие картины посвящены музыке, динамике пространства, и вот эта картина 1922 года, Земля, океан, космос. Надо сказать, что первая выставка Сардана прошла только в 1975 году, персональная. Следующая картина, Дары Вселенной, 1922 год. Баранов был старше Смирнова на три года. Они быстро подружились, и в 1924 году пришли к Фатееву вместе. И так группа увеличилась еще на одного человека. Как мы уже говорили, Александру Павловичу его фамилия не нравилась, он придумал себе новую, Сардан, да. И таким образом он и станет уже впоследствии себя представлять. Звучание в пространстве, 23-й год. Радиолокация, 28-й. Фантастический костюм, 20-е годы. Картина хранится, все его вообще театральные костюмы хранятся в музее Бахрушина. И воспоминания Смирнова. Звучание его блютнера, рояльно, я слышу до сих пор. Бывало вечером, допоздна слушал его игру. На нем обычно бывал длинный халат на Сардане. Приступая к игре, он откидывал широченные рукава, и начиналось колдовство его импровизации. Звучали новые, необычные мелодии и гармонии. Некоторые из них запомнились на всю жизнь. Поразительное его искусство, его способность запечатлеть самое глубокое, самое невыразимое, тот голос безмолвия, который раскрывает новое состояние духа, озаренного невиданным величием и красотой. Поэма «Утренней зари», 1920-й год. Из статьи Сардана «Проблема светоцветовой палитры». При умелом научном и художественном использовании неисчерпаемых возможностей светоцветовой палитры, можно будет создать новый вид психической гигиены. О, какая мысль. Ноты произведений Сардана и портрет Сардана, который называется «Маг». Это работа Фатеева, 1930-й год. Некоторые его мотивы были в восточном стиле, другие назывались звездными. При строго музыкально-логическом характере развития звучаний, имеется в виду импровизация, «Им была свойственна вдохновенность, как бы приходящая из тонкого мира, возникающая и возрастающая по мере игры, а к концу угасающая». «Маяки Земли и сигналы из космоса», 1926-й год. «Органная фуга на восточную тему», 1925-й. И фотография, 20-е годы. «Поэма морского дна», 1925-й год. И картина, написанная под впечатлением создания фильма «Кристаллы. Святые Земли», 1949-й год. «Какие краски они используют?» «И гуашь, и темпера, и масло, смешанная техника. Акварель. Весенняя сиренада, 23-й год. Земля, океан, космос. Явно это графика, видно, да? 22-й год. «Разведка в космосе», 32-й. Одна из немногих работ после 30-го года. И Сардан пишет. В своих работах я пытаюсь передать синтетическое восприятие времени и динамики пространства, обогащенное гармоническими сочетаниями звуков и красок природы во всем ее величавом многообразии. Говоря о психофизическом воздействии проектируемой музыки красок, нельзя забывать, что это воздействие далеко не ограничивается тем, что называют обычно эстетическим наслаждением, а несет в себе малоизученный, еще, но не подлежащий сомнению, фактор мощного влияния на нервную структуру организма. В этой проблеме я выдвигаю проект о светоцветовом освещении городов, «То есть его улиц, площади и зданий». Работа 30-го года, поэма «Изобилие». Ввысь, 30-й год, фотография тоже того же времени. И одна из немногих работ, 42-й год, «Твердыня» и портрет работы Фатеева, Сардан. И так появляется новая фигура – Вера Николаевна Пшесецкая. Анатолий Францевич Микули часто в 20-е годы давал скрипичные концерты большой аудитории Политехнического музея. И на одном из концертов Петр Фатеев познакомил Смирнова с дамой, которая сразу же и внешне, и внутренне произвела совершенно необычайное, несколько загадочное впечатление. Самого Фатеева познакомил с ней незадолго до этого Татьяна Александровна Тизенгаузен, его давняя знакомая. Тот, кто занимался биографией Николая Константиновича и Елены Ивановны, должны знать, что Тизенгаузены были родственниками с голенищевыми кутузами. Мать Елены Ивановны, урожденная голенищевыми кутузами. То есть здесь уже идет речь о дальних родственниках Елены Ивановны. Итак, дама была невысокого роста, с изумительными золотистыми волосами. Действительно, таких золотистых волос я никогда не видел. Они были до колен. И несмотря на то, что она в тот момент уже отнюдь не была молода, волосы ее были густыми и удивительно красивыми. У нее были несколько немецкие черты лица, очень правильные, прямой красивый нос, довольно тонкие губы и какое-то очень одухотворенно привлекательное лицо. Она коснулась и живописи, и музыки в нашей беседе, причем чувствовалось, что в области живописи она не была слишком компетентна, значительно больше она знала о музыке. Но основной сферой ее деятельности был театр. У нее были связи с художественным театром. Я был свидетелем ее дружеской встречи с Немировичем Данченко. Несколько лет она была на Востоке. Родилась в Прибалтике в родовитой семье фон Мантейфель. В Долгском соборе в Таллине у ложи рода Церги фон Мантейфель, то есть ложи находятся как раз аккурат напротив пастора. Ну, вы понимаете, что любой может себе позволить подобную вольность, быть наравне вместе с пастором, для того, чтобы наблюдать за всей пасторой в церкви. То есть уровень рода. Своим новым знакомым Вера Николаевна представилась как руна. Она никогда не говорила окружению своему, из какого она рода. Все, что мы говорим, это уже более поздние изыскания. Рона на старонемецком Готском тайна. В Москве она жила в Трубниковском переулке, дом 31, и художники собирались у нее там по пятницам. Это герб рода Церги фон Мантейфель. Их воспоминания. В небольшой комнате всегда царил артистический беспорядок. Всюду театральные ткани, у стены египетский жезл с коровьей головой изиды. Я даже немного его побаивался. Она очень любила культуру Египта. У нее были скоробеи и египетские покрывала. Молодость ее прошла в Петербурге. Вероятно, к этой поре относится ее недолгий брак с Успенским. Помните, это знаменитый был Теософ, да? Автор книг «Четвертое измерение» и «Символы Таро». По-видимому, благодаря ему Рона познакомилась с оккультизмом и участвовала в теософических кружках. Рона стала для меня духовной матерью, духовным центром всей нашей группы. Она объединялась у нас, заражала своей энергией, умела сгладить возникавшие противоречия. Мне всегда казалось, что Рона еще до революции встречалась с Рерихом. Она много больше нас знала о его мировоззрении и внутренней жизни. Не была профессиональной художницей и стала своей силой пробовать только после встречи с Фатеевым, Сарданом и Смирновым. Однако очень быстро преодолела пора ученичества и, к сожалению, все ее картины практически погибли. Известно только восемь наименований работы, из которых сохранилось всего шесть. Две находятся в Средней Азии и остальные в Москве в частном собрании. В основном это так называемые мистические портреты художников группы. А вот эта фотография 1904 года, это фотопортрет в Шесерской на открытке, посланной Бахрушину. Немного, немало опять же. Именно Руна при присоединении к Фатееву, Сардану и Смирнову дала название группе «Квадрига». То есть четыре основных художника. И стихи ее, двадцать пятого года. Если есть электричество корни, Они в вас, дерзновенно восставшие кони. Аполлон вами правит, Ритма взмахи славит. Ритма полет, электричество взлет, Квадрига вперед. Топчи копытом лед, Лед наслоений, вековых заблуждений. Идет эпоха возрождений В радиокруге единений. Из темной бездны хаос угрожает, Размах железный копыт побеждает. Как стебли из корня пьют цветенья, Творчество взмахи стремят движение. Вот такие любопытные стихи. 6 февраля 30-го года она была арестована вместе с Сарданом на дне рождения в доме Ксении Александровны Апухтиной. Была осуждена по статьям 58.10 и 58.11 за антисоветскую деятельность. На три года. Лагерей. Принимала участие в строительстве театра в Архангельске. Ну, что должна делать актриса? Конечно, строить театр. Вот. И там осталась она на поселении. Это фотография, вот, с общей фотографией 28-го года, Сардан, 40-е годы. И Александр Сардан был выпущен тогда после допросов под стражей. И в живописи после этого практически не возвращался. На него это произвело такое впечатление, что он абстрагировался, по сути, от группы, начиная с 30-х годов. Смирнов вспоминает. Я был в 33-м году в Архангельске и встретился с ней. Она была уже вольной и жила там. Встреча была радостной и торжественной. Руна как-то еще более духовно созрела, возвысилась. Все эти превратности судьбы, все, что она перенесла, укрепило ее духовно. Так что у меня осталось очень светлое воспоминание. У нее действительно был дар привлекать к себе людей, потому что ее удивительное чувство к людям, проникнутое величайшей любовью, доверием, умение в каждом видеть светлое, хорошее начало, вызывало доверие и к ней. В этом она была противоположностью Петру Петровичу, который зорко, но иногда явно отрицательно относился ко многому. А она старалась все смягчить и найти хорошее. Пока она была с нами, внутри Амарабеллы не было никаких конфликтов. Жила она в Архангельске буквально даром Божьим. Пенсии у нее не было, и ей помогали знакомые, как могли. Это фотография 1931 года, Архангельский областной драматический театр, который строила Пшесецкая руна, который стоит на месте Свято-Троицкого кафедрального собора. Итак, работы, те, которые известны. Пять работ, дошедшие до нас, руны. Портрет Фатеева, Асархадон, 20-е годы. Стихи Валерия Брюсова. Кто превзойдет меня? Кто будет равнен мне? Деяния всех людей, как тень в безумном сне. Мечта о подвигах, как детская забава. Я исчерпал до дна тебя, земная слава. И вот стою один, величьим упоен. Я вождь земных царей, я царь Асархадон. Видел характер Фатеева. Портрет Смирнова-Русецкого, Син, бог Луны. Портрет Сардана, Тар, его имя эзотерическое, 28-й год. И второе эзотерическое имя, Амарийис. Амарант, да? Неувидающий цветок, 20-е годы. Как раз цветок Амарийиса, да? Здесь представлен. Еще один портрет Сардана, 20-е годы. Это все работы Шесецкой, которые дошли до нас. Итак, следующий человек, который был на общей фотографии, Шигалев. Сергей Иванович Шигалев. Итак, цитата из Центрального архива ФСБ России. Опубликован был в 2003 году. В сборнике «Философия космизма» и «Русская культура». Итак, цитата допроса. В 1926 году мне пришлось работать по оформлению спектакля. То есть это цитата из напечатанных моментов. Там я познакомился с художником-реалистом Пейдж, который, посмотрев мои работы, предложил познакомиться с одним художником, близким мне по направлению. Я согласился. Он познакомил меня с Фатеевым и художником Смирновым. Фатеев спросил меня, вы не материалист? Я ответил, нет. С этого момента у меня стало знакомство с Фатеевым и Смирновым, которое в дальнейшем вылилось в тесную дружбу на почве общего понимания искусства. Потом к этому добавилось и то, что Фатеев, а также и Смирнов, узнав, что я интересуюсь теософией, но очень мало по этому вопросу читал и знаю, стали давать литературу и знакомить с теософией. Картина как раз периода знакомства Шиголева с группой, 27-й год, небо и земля, прошлое. Родился Шиголев у Владимира, и страстное увлечение живописи возникло у него в реальном училище. Он сначала работал два года по окончанию училища в Естественном историческом музее, и потом только уже перешел к живописи, когда переехал в Москву. Лаборатория в космосе, 29-й год. Октябрьский переворот не принял, прошел через Крюковский лагерь под Москвой, где работал художником-оформителем. Был освобожден по амнистии в 21-м году и поступил в Московский университет. Ну, ушел оттуда. И другой страстью, помимо живописи, был театр, идущий, 28-й год. «Зеленые лучи», 28-й год. С 1933 года художник зарабатывает на жизнь мультипликации. Очень любопытные сохранились некоторые рисунки. Во время войны, вступив в ополчение, попадает в окружение. И это является поводом дальнейшего его ареста, потому что ему это инкриминирует как предательство, потому что он не сосределился в плену. И точных сведений о годе смерти нет. Предполагает, что это 1942 год, Владимирский лагерь. Итак, картины Шигарева, которые дошли до нас, да? 27-й год, Дух огня. Удар молнии. Как руки, да, здесь. Рождение мира. Когда еще не было человека. Солнце. 27-й год. Вдали горы. Сказка. 26-й год. Вспоминайте Чорлёниса, да? Солнечный ветер. Композиция на поэзию Блока. Какая музыкальность, да? Потрясающе. Золотые рыбки. На серебряном шаре. Капритчо. Цикл был написан в 37-м году. Из четырехчастного цикла радиосоната. Это части Олегра, Анданте, Скеркс и Финал. То есть тоже тяготел к музыкальности, да? Работа в космосе. Путник. Лаборатория в космосе. 28-й год. Вестники в горах. И еще одна работа. Утренние звезды. Очень красивая. И то, к чему шли. Который час? С 15. 9? Смотрите. На 12 успеем. Как вы? Нормально? Нормально? 15 минут у нас еще есть. Ну давайте 15 минут попробуем. Итак, то, к чему шли. Летом 1926 года художники узнают о приезде 15 июня в Москву с Илья Рейлихов. Телеграмма и фотографии. Рейлихи остановились в гостинице Большая Московская. Это где сейчас гостиница Москва. И решили, что первым пойдет туда Смирнов, потому что его дядя был знаком с Николаем Константиновичем. С глубоким волнением поднимался я по лестнице Московской гостиницы, где остановился Рейлих. Постучал. Дверь открыл Юрия Николаевича и пригласил войти. Я присел около столика в небольшой приемной. На встречу вышла дама, изящно одетая. Темно-лиловое платье необычайно шло к ее темным волосам, уложенным в высокую прическу. И я сразу понял, что это жена Николая Константиновича. Она ласково улыбнулась и стала расспрашивать о моем дяде. Незаметно разговор перешел на другие темы. У влеченной беседы я не сразу заметил, как неожиданно быстрой, энергичной походкой вошел Николай Константинович. Его глубоко синие глаза смотрели проникновенно и ласково. И сразу можно было почувствовать, что это не только художник, но поэт, философ, собравший богатую жатву восточной мудрости. Оставив портфель, Н.К. сел напротив меня. Опять разговор зашел о дяде, о тех временах. Но это было очень коротко. Он все внимательнее и пристальнее вглядывался в меня. И неожиданно, взяв книгу «Озарение», он открыл ее на первой странице и прочел. Спросит, кто дал вам учение? «Отвечайте, Махатма Востока». И так он прочитал всю страницу. Я был поражен тем, что он таким образом сразу ответил на все вопросы, которые я мысленно задавал ему. Книги, которые подарил Николай Рерих группе художников. И вот в воскресный день мы четверо, Луна, Фатеев, Сардан и я, собрались у обелиска Александровского сада и направились в гостиницу. До сих пор я помню, как спокойно, медленно поднимались мы по мраморной лестнице, и навстречу звучала музыка шахерезады. Вот это приветствие Востока было необычайным. И вот мы сидим за большим круглым столом. Это чувство торжественности, чувство высокого присутствия было необычайно сильным. Позже, когда я узнал о том, что сказал учитель семьи Рерихов об этой встрече, стало особенно ясно, что он незримо присутствовал на ней. После того, как Николай Константинович закончил вопрошение о том, что считаете самым главным в жизни, началась глубокая и серьезная беседа. И это было прежде всего изложение основ учения живой этики. Запись из книг живой этики 8 июля 1926 года, то есть когда Рерихи находится в еще Москве. Учитель доволен, как сегодня НК Рерих говорил с художниками. Можно им послать книгу. Последователи пригодные. Не жду народной толпы, но малые колосья. Посев поколения начинает всходить. Начинает подниматься зерно. Советую дать знаки художникам. И ручаюсь за успех. Рерих побывал дома у Фатеева, Сардана и Руны. И познакомился с творчеством этих художников. Я помню, как вошел Николай Константинович в эту бедную, очень скромную комнату. И вот Петр Петрович торопливо ставил на мольбет одну за другой своей картиной. И Николай Константинович смотрел вновь и вновь. Изредка он кивал и изредка говорил. Да, вот это. Он всегда так, понижая голос, как бы доверительно отмечал, что вот это заслуживает внимания. Тогда же Николай Константинович захотел приобрести одну картину Фатеева. Это была одна из первых работ его космического цикла «Звездное небо». Елене Ивановне же очень понравилась живопись Сардана. И, возможно, его музыкальные импровизации. И вот сестре Сардана Елена Ивановна подарила из своей коллекции четыре этюда Николая Константиновича. Было нечто необычайно гармоничное, ясное и торжественное в этой беседе с Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем, которые были в Твердыне. Помните картину Сардана, Твердыню? Которые видели, которые действительно своими глазами убедились в том, что они рассказывали. Это радость недавнего общения с учителем. Это ощущение какой-то необычайной благодати, необычайного света. Оно переполняло их. Чувствовалось, что им очень хотелось поделиться с чувствующими слушателями этой благодатью, этой радостью. Из воспоминаний Фоздик. Сегодня утром гуляли сынка. Он сказал, что нужно написать Смирнову и Баранову. Пусть изучают учения, расширяют сознание и работают дальше, глубже по их специальности. И что в будущей научной станции на Гималаях и по их отделам будет работа. И в будущем они смогут приложить свой труд. Послать на имя руны для них книги. Итак, в 27-м году в Нью-Йорке состоялось открытие выставки группы художников. И вот с 27-го года они стали называться Амаровелла. В следующем году, в 28-м, у них выставка прошла уже в Чикаго. Подготовка первой партии работ к отправке проходила на квартире Анатолия Микули, так как она располагалась недалеко от наркомпроса. И было выдано следующее свидетельство. Глав наука удостоверяет, что перечисленные выше 13 картин и 200 открыток, принадлежащих гражданину Фатеева музейной ценности, не представляет и могут быть выпущены за пираницу. Интересная деталь. Внушительный по размерам ящик с картинами был погружен на санки, обычные санки, и в сопровождении всей группы художников доставлен в таможню. Потрясающее впечатление работы произвели в Америке. Это вот то здание, где выставлялись они. Цитаты из газеты, которая писала о них, и перечень учреждений, которые находились вот в этом здании. Они были разные, не только по манере своего творчества, это отмечали при встрече еще Елены Ивановны и Николай Константинович. Мы были совершенно разные, как пишет Смирнов. Достаточно сказать, что когда все вместе сидели за круглым столом, то Николай Константинович и Елена Ивановна, посмотрев, определяли цвет нашей ауры, и она оказалась совершенно разной. У Петра Петровича был золотисто-желтый, у Руны фиолетово-розовый, у Александра Павловича пурпурно-коричневый, а у меня голубовато-синий. Помните картину? Вот эта картина 90-го года, то есть примерно за год до смерти, да? Созвучие, как своеобразный манифест, созвучие совершенно разных ау. Есть знаменитый манифест группы Моровелла 27-го года. Произведение искусства должно само говорить за себя, и научить этому нельзя. Слышать искусство. И последний, кто у нас присоединился к группе, это был Черноволенко. То есть это весна 27-го года, то есть уже отъезд, да, релихов из Москвы. Но вот на второй выставке в Чикаго в 28-м году работы Черноволенко присутствовали. Мы посмотрим несколько картин ему. Это ранние работы, 30-е годы. В основном он рисовал только после 60-го года. На него тоже произвело большое впечатление арест в 30-е годы. И начиная только с 72-го года он активно рисует 250 аквалилий и 20 желатистых картин. Сокровенный пейзаж. Плащий закат. Звуки. Колыбель солнца. Отшельники. Аккорды. Лучистые мысли. Очень красивая картина. Мир гармонии. Черноволенко тоже играл на фортепиано. Причем он не был музыкантом. Он сочинял свои импровизации. Понарите. Мелодия и ритм. У меня живопись настолько связана с моими музыкальными импровизациями, что думаю, если у меня отнять инструмент, я не смогу ничего нарисовать. И наоборот. Если у меня отнять живопись, я не смогу играть. Посвящение Юрию Николаевичу. Посвящение Елене Ивановне. Почитание света. 68-й год. Гимн. Искатели. Потрясающий подсвет, конечно. Два мира. 70-й год. Небесная музыка. У истоков гармонии. Удивительная фигура, да, вот здесь? Восточная мелодия. Опять фигура, да, вот здесь? Песнь звезд. Вином измерении. Два волшебника. Вот они. Обитель света. Вот эти арки Черноволенко видел во сне. Он все время пытался их воспроизводить. Извечная тайна. Неопалимый цветок. Потрясающе, да, по узорчатости. Симфония. Ступени. Волшебное зеркало. И вот последняя работа. Это действительно последняя работа Черноволенко. Лекриэм. Ну и по сути завершая. Прочитаем. В одно мгновение видеть вечность. Огромный мир. Зерни от песка. В единой горсти бесконечность. И небо в чашечке цветка. Ни прибой, ни отлив. Но золотое течение космоса влечет ладью. И свернут парус. Но назначен берег. Щит мой горит. И из-за плечей блестят лучи подвига. Мой свет умножу. И окрылю ступени ступни ног. Эти цитаты Черноволенко использовал в своих дневниках. Космические сферы и человеческие сферы принадлежат закону дыхания космоса. Дыхание космоса заставляет творчество человеческое. Продвигаться по направлению эволюции. Беспредельность. Тридцатые годы. Спасибо. Мы не посмотрели фильм 15-минутный 1998 года. Сделаем когда-нибудь это в следующий раз. Спасибо огромное. Картина вдова передала общественному музею Николаю Релиху Марии Филипповну. И когда был захват музея, то картины Черноволенко точно так же были захвачены. Но у нас есть приятная новость. Буквально недели-две назад, недели-полторы назад, практически все картины Черноволенко были отданы за ненадленностью. Картины Смирнова Русецкого находятся большей частью в музее Востока. Но они практически там не выставляются. То есть бывают, когда только выставки. Вот я помню, на моей памяти это было раза два-три, когда его работы выставлялись. А что они выставляют? Ну, это другой вопрос, это вопрос уже немножко другого порядка. Вот. Вот и картины Смирнова Русецкого попали туда в 93-м году, если я не ошибаюсь. То есть их передала Трава или Наслетники, не помню точно. И они большей частью там находятся. Другая огромная коллекция Черноволенко, Смирнова Русецкого и других омаревылистов, если так можно назвать, она находится в Петрозаводске у Юрия Линника. Вот у него очень-очень много работ находится. Какая-то часть работы Фатеева находится у Поспелова, вот чья книга, да? Вот, есть вот потрясающая книга. Вот. Как ни странно, какая-то часть картины Моровеллы находится в Узбекистане. Ну, вот так получилось. Как получилось? А где? В Нукусе, по-моему, если я не ошибаюсь. В Нукусе. Из Америки вернулся в картину? А из Америки они были проданы на выставке, и это было большое вспоможествование художникам, потому что это были такие бешеные деньги, 150 долларов за картину. Вот, это были невероятные суммы по тем временам. Вот, и они очень радовались этому. И где находятся эти картины в Штатах, неизвестно. Но они в частных коллекциях. Николай Константинович там все организовал, да? Это организовала вот Зинаида Григорьевна Фосбик, а ей дал задание Николай Константинович, конечно. То есть он дал направление мысли. И затем Зинаида Григорьевна, она вот организовывала вот эти две выставки, которые там проходили. Есть последователи их творчества, может быть, в Америки, в Америки? Долгое время нет. Но вот сейчас, на сегодняшний день, можно говорить о том, что в пространстве живописи сформировалось достаточно большое количество художников, которые соотносятся вот с таким понятием, как космизм. Их много. Есть даже такое объединение художников-космистов. И они не только в России, но и вот практически во всех сторонах мира. И это движение набирает, скажем, такую достаточно большую силу. И вот достаточно большая коллекция космистов уже современных находится вот в общественном музее Рериха. И также одни из первых, кто стал собирать, из государственных музеев. Это музей космонавтики. Вот в музее космонавтики находится большая коллекция картин как Амаравелла, так и современных художников-космистов. Да, да, где стелли вот эта высокая, вот там. Они тоже не часто выставляются, но они там хранятся и бывают выставки. А что-то мы были вот в Питере, в Новой Голландии, там у нас небольшой кабинетчик, и вот тоже что-то было посвящено посмите. Вполне возможно, я, к сожалению, не доехал сюда, в Новой Голландии. Не было там. Только в Старой Голландии было, а в Новой не было. Она была закрыта всегда. Когда я учился в Ленинграде, то это было закрыто. Они, я знаю, что там очень хорошо сделали, вот это в планах, так сказать, посмотреть. Ну что, спасибо огромное вам. Спасибо вам, спасибо вам. Спасибо.